И все-таки мы вам говорим, что деньги необходимо считать. Ради чего это делается? Ну, прежде всего, если вы не научились считать деньги, то денег-то и нормальных у вас и не будет. А вот сюда, на улицу Дружбу, 33, приезжают, и, кстати, не только пенсионеры, хотя пенсионеров здесь очень любят. И дело в том, что пенсионерам еще и скидка положена, 30-ти процентная. А для работников, и для тех, кто служил на фронтах Великой Отечественной, вообще все бесплатно делается, представляете, да? Как еще по-другому охарактеризовать смысл работы этих людей? То есть, представляете, да, с работников Великой Отечественной войны, с тех, кто не только работал, кто еще и служил, деньги-то не берутся. Подумайте сами. А в остальном, как бы, тема-то интересная, да? То есть, мы, к примеру, сегодня вам покажем, как чистят пуховички. Чистить пуховики, к сожалению, вал с дома не получится, потому что вы их, конечно, можете постирать, а вот прочистить никак, потому что здесь аппарат для чистки со специальными шариками только 53 минуты их туда-сюда делает, а может быть, даже и больше. Вот. Подушечки, ну, понятно, что такое подушки. Лучшая подушка, это та, на которой спала ваша бабушка. Но тут возникает вопрос, ее же необходимо почистить, чтобы убрать все там ненужное. Плюс еще и наперник очень клевый здесь делается, и чистка подушки 300 рублей всего-то. А если вы принесете, допустим, пуховики в количестве 3 штуки, а 4-й будет для вас бесплатен. То есть, вот такие вещи клевенькие. А еще мы вам покажем, как здесь чистят замечательные ковры, потому как без ковров что-то сейчас как-то даже в евроремонте как-то существует нехорошо, потому что я уже устал бодаться, но тем не менее подвъездные двери-то необходимо закрывать, а то у нас как-то все неправильно. То есть, и когда мы собираем все это вместе, получается сумма очень приличная. То есть, мы, допустим, сделали подушки здесь и сэкономили определенные деньги, чего и вам желаем. А давайте взглянем на мир по-другому. Ну, не каждому дано иметь треху в Ленинском районе, да еще и с местом для полноценной стиральной машины. Таких-то, по сути, не так уж и много, а в иных полноценная стиралка либо это часть кухонного интерьера, либо часть прихожей. И только коцаные агрегаты, только в мелкопотамовской ванне. А иначе все, что размером от 8 до 10 килограмм, и это не ваше. Как, впрочем, и цена, это тоже не ваше. Кстати, я посмотрел много домов, и там нормальная стиралка, ее тоже поставить некуда. Другой вопрос вместо здесь. Это, пожалуйста, другой вопрос, как отстирать пуховик. Ну, подумайте. И самое главное, как его вспушить-то? Дело-то хитрое. 60 минут его необходимо после просушки взбивать. Но если у вас руки тянут на 60 минут и на холоде, то пожалуйста. А если нет, то все-таки дружба 33. Еще более интересны подушки. Все то, что нами-то любимое, и любимое не только нами. Сейчас потяжелее, но придется. Что такое человеческое рыльце? Да то же, что и рыльца животных, только волос-то поменьше. То есть сало, то есть вошеки всякие, и различные, и неправильные части тела. И это все спит с вами. И все это впитывается в замечательную подушку. И можно было бы долго делиться с мелкими грызунами, полезной же для них аурой. Но мы понимать-то должны, что подушки рано или поздно лучше чистить то. Каким макаром? Ну, естественно, с помощью бактерицидных ламп. И, естественно, с помощью фильтра, улавливающего всякую фигню. Хотите посмотреть? Да вот, пожалуйста. Из такого мехостения получается ваша фирменная подушка. И вы не думайте, что 50 лет назад все было по-иному. И это сейчас-то по-иному благодаря установке. Вытаскиваем все, что не пух, боремся с тем, чего не видно, и отдаем вам ваш старый наперник. И получаем правильный подух. И тут и для сына, и для дочки. Теперь про то, без чего россиянин не россиянин. Конечно, мода на ламинат и линолеум хороша, но без ковра-то мы просквозим ноги, а без ковра на стене заморозим конечности. И это зимой. Летом практически то же самое. Но благодаря ковру вы можете послушать музыку помощнее. Ну и поспать можно. Лечь на ковер. Нам, по сути, необходимо понимать, что есть ковры, без которых жизнь какая-то некрасивая, что ли. Но как же его чистить? А как затем ковер-то выстирать? Помню, дело было зимой, и пару раз мне приходилось в течение нескольких часов вытряхивать ковер-то на улице. Но сегодня в действие включается куча процедур. Ковер моется, вытряхивается, сушится в специальной камере турецкого производства. Затем в теплом месте сушится, затем прибирается ворс. А сколько таких вещей? Да их немало. И мы живем-то с этим. Да потому что это все наше. И вот как-то так. И мы вам продемонстрировали не сумму в 2-3 тысячи, если это вместе и пуховик, и подушка, и ковры. А мы вам показали месяц из того, что вам придется потратить, если вы не будете жить с комбинатом бытового обслуживания, центральный офис которого находится здесь, на Дружбе 33. А как же вы работаете? Я не вижу у вас каких-то бешеных цен. Все очень дешево. И практически для каждого обыкновенного человека. Ну, прежде всего, этот комбинат – это довольно-таки большая структура, которая работает в нескольких городах. Помимо этого, у него есть пункты – это город Белорецк, это город Верхний Уральск, это Сибай, это Агаповка. И вот за счет объемов, естественно, складывается цена. И снижается цена, потому что мы делаем очень много. Вторая хитрость – у нас прямые поставки. Ну, взять, например, на сегодняшний день такая проблема, как чистка подошек, наперник. В магазине ты возьмешь ее за 150 рублей. У нас прямой договор непосредственно с Иваново, город Иваново, знаете, этих ткачих, мы там получаем по 50 рублей. Естественно, за счет прямых поставок. Следующее. Так как мы большие объемы делаем, у нас еще такой очень мощный запас, как, вот представьте себе, мы обслуживаем эти города, а воду берем со скважины. Она зарегистрирована, и мы не пользуемся водой городской. Это тоже существенно сказывается. И самое важное, конечно, здесь это высокопроизводительное оборудование. Оборудование мы сейчас используем турецкое и фирма Бош французская. Это оборудование, оно очень малозатратное. Ну, представьте себе, ложите изделие, оно само высчитывает, само программирует и ложит определенное количество и моющих средств, и химии. Все работает автоматика. За счет этого, конечно, существенно снижаются затраты при аквачистке или при химчистке изделий. Поэтому у нас, соответственно, такие цены. Да, конечно, хочешь жить богато, работай для тех, кто считает и понимает правила счета. Здесь, конечно, в большинстве пенсионеры но и не только они. Пенсионер прекрасно знает, куда потратить средства. И ему-то понятно, что с дивными скидками тот только здесь. Но и тот, у кого денег-то много, тоже понимает, что незачем платить много, когда есть нормальные места. Ленина 131, Дружба 33 и Тивасяна 11. Места, где с успехом справляются с тем, на что ранее тратилось много сил, энергии и средств. Итак, мы вам сегодня сэкономили в большом количестве денежки. Сэкономили каким образом? Пуховики вы стираете здесь, на улице Дружбы 33. Подушки вы тоже здесь приводите в нормальный порядок. Ну, в принципе, есть несколько мест, где вы можете подушки привести в норму. Естественно, ковры. Только здесь дешевле не получится. И вообще, комбинат бытового обслуживания немножко круче стал. Он развивается и не только в городе Магнитогорске, и по всем окрестностям нашего замечательного города он работает и в Белорецке, и в Кизили, и в Сибае, и вообще. То есть, вы понимаете, что для вас делает именно комбинат бытового обслуживания. Он не только деньги экономит, он еще и помогает пенсионерам. И вообще-то очень хорошо, когда есть такое место в нашем городе.